Здарова, ребята! Ну что, сегодня я вам предлагаю посмотреть игрушку The Lone Dark. Ну, я знаю, что она, в принципе, не новая, по-моему, она вышла в 2014 году, если мне не изменяет память. Но я в неё никогда не играла, ролики по ней не смотрела, только у Олега спрашивала основные ключевые моменты. И вот я решила попробовать повыживать в таком необычном месте. Зима, холод, мороз, крушение, и мы одни, один на один с природой. Ну что, предлагаю вам посмотреть, что у нас, сколько мы сможем продержаться. Тут есть несколько вариантов. История, которая пока нам недоступна, и выживание. Я уже вчера попробовала немножко повыживать, посмотреть, в принципе, как будет выглядеть наша игрушка. Я думаю, что первый взгляд, скажем так, вот наш с вами первый взгляд, мы запишем на самой первой карте и в самом простом режиме. Потому что, ну, мало ли как у нас получится. И в будущих сериях, если вам понравится, мы уже будем выживать в совершенно новых мирах. Выберем новый мир, эти самые, новый опыт. Потому что, вот видите, у нас будет первый вариант пилигрим. Простой уровень, где главное здесь атмосфера. То есть нам главное изучить, посмотреть, какая у нас карта. Следующий вариант у нас скиталец. Я хотела бы его в следующем посмотреть. Тут у нас будет равноценно. Мы будем как и охотиться, так и выживать. Но насчет сталкера я не знаю. Если мы с вами до этого уровня дойдем, будет отлично. Пока начнем с пилигрима. И я думаю, смотрите, у нас есть карта загадочное озеро. Отрадная долина, зона запустения и Волчья гора. Ну, давайте, мы у нас игроки вообще, новички совсем-совсем. Поэтому давайте начнем с загадочного озера. Ну, все играют за мужчин, а я буду играть с девушку. Хоть где-то сделали девушку. Так, ну, какое у нас будет имя ячейки? Давайте Дашина ячейка. О, тут, кстати, есть русский язык. Необычная геомагнитная буря забросила ваш самолет прямо в дебри Северной Канады. Сколько времени вам удастся продержаться? Я понятия не имею, сколько нам удастся продержаться. Ну, давайте узнаем. Мне уже страшно. Я ушел в лес, потому что хотела иметь дело только с реально существующими, существенными сторонами жизни и узнать, смогу ли я этому научиться, чтобы перед смертью не обнаружить, что не жил. Жизнь так дорога, и я не хотел. Ты там что-то не хотел, а мы уже где-то с вами оказались. Итак, ну что, давайте посмотрим. Карты, по-моему, здесь нет. Карта есть в интернете, и я слышу, кто-то воет. Мы немножко голодны, я уже вижу. Минус 22! Ё-моё. Так, наш статус. Понятно, сколько у нас? 11 часов дневного времени. Ну что, давайте побегаем, поисследуем. Что у нас там? Ветка. Давай разломай. Насколько я знаю, мы здесь можем появляться в абсолютно рандомных местах. И в абсолютно рандомное место. Ну, я уже запускала игрушку, и два раза я попадалась как раз... Ну вот, 11-12 часов оставалось. То есть ночью я еще не попадала здесь. Так, палочку тоже заберем. Костер же надо будет топить. Еще давайте заберем. Так, ну что, куда сходим? Вниз? Наверх? Давайте посмотрим, что с этой стороны. И, кстати, в своем первом забеге я успела, наверное, на 10-й минуте уже сразу найти ружье. Хотя тут пишут, что это крайне рандомное расположение определенных вещей. Ружья, топорика, по-моему, там лука или еще что нам нужно для выживания. Ой, девушка у нас очень быстро устает, я смотрю. Так, тихо, тихо, дорогая. Слушайте, а я не хочу тут спускаться. Мне здесь не нравится. Давайте пробежимся в ту сторону. Бежали. И я появилась в прошлый раз очень удачно. Возле каких-то домиков. По-моему, возле лесопилки или чего-то такого. Там я еды нашла. И вещи классные. Ну, знаете, как бывает. Запускаешь первый раз, у тебя все хорошо. Запускаешь и уезжаешь в следующий раз, у тебя все не очень хорошо. Ты хоть одета, подруга? Так, у нас все есть. Одета, одета. Хорошо. Это что, у нас палочки наши? Да, это наши палочки. Как вы видите, у нас тут нет совершенно сейчас никакого оружия. Причем, когда я нашла ружье, я нашла рядом и ножик. И нашла еще патроны. Мне кажется, вот это какая-то как дорога идет. Давайте пойдем посмотрим, что у нас здесь. Знаете, красиво. Я люблю зимы. Не знаю, как вы, но я зиму очень люблю. Вот такие снежные пейзажи. Конечно, когда ты не заблудился где-то в Северной Канаде. Так, давайте заглянем. Замороженный ручей. Это ручей, да? Замороженный. Прекрасно. То есть, я так понимаю, что если он хоть немножко у нас работает, наш замороженный ручей, то сюда могут на водопой приходить животные. Так, вон я уже вижу одного представителя. Олень. Слушайте, а тут хоть какие-то дома есть? В округе. По-моему, там не домик, кстати. Давайте пробежимся вниз. Что-то мне уже страшно. Я бы хотела хоть в какой-нибудь домик зайти, хотя бы понять, где тут дома. Потому что, честно говоря, по карте я пока не ориентируюсь. Так, ветку, ну давай еще возьмем. Разломай. Слушайте, тут, конечно, атмосфера давит просто. У меня постоянное ощущение, что за нами кто-то идет. Вы, наверное, тоже слышали шаги? Так, куда это мы прибежали? Туда нет подъема. Я надеюсь, что тут не какое-то тупиковое ущелье. Что я бы не хотела обратно бежать. Мне интересно, если здесь настолько все реалистично. Вот мы бежим. У нас же должно теоретически тепло, температура повышаться. Нет, моя догадка. Так, у нас есть путь туда и путь туда. Давай посмотрим, что у нас здесь. Здравствуйте, деревья. У меня постоянное ощущение, что в левом ухе кто-то идет. Так, смотрим. Небо такое страшное. Сизое, скорее всего, какой-нибудь еще снегопад будет. Снегопад, я вообще не представляю, как здесь выжить. Так. Я чувствую, что ты уже замерзла. Ох, ребята. Минус 17. Так, что мы тут видим? Я бы пробежалась на твоем месте, но у тебя упала стаминка. Так. Ну, хоть какой-нибудь домик дайте мне, пожалуйста. Тут только деревья да деревья. Слушайте, тут домов что-то я не наблюдаю. А вон, кстати, может нам подняться повыше, да посмотреть. Здравствуйте, ворона. Сколько у нас? Девять часов. У тебя есть что-то согревающее. Что это за значок? Непонятно, что за значок. Набор для шитья. Обезболивающее. Свинина с фасолью. Отлично. Какое интересное дерево. По-моему, у меня плохие новости, но там ходит волк. Давайте его попытаемся обойти. Аккуратненько. Не спеша. Хорошо, что у нас еще впереди практически целый день. Хотя 12 часов. Мистер волк, я вас не трогаю. Я вообще здесь первый раз хожу. Пожалуйста, не надо на меня агрессировать. Смотрите-ка. По-моему, у нас там что-то может быть интересное даже внизу. Так. Ай, беда, беда. Надо сейчас срочно искать какой-нибудь домик. И... И что мы видим? Да ничего полезного-то и не видим. Давайте здесь пробежимся, что ли? Грусть, печаль. Нам что-то очень уж прохладно. Если... Теперь справа слышу бег. Я всегда боялась играть в игры от первого лица. Знаете, от третьего лица вроде ты бежишь. Ты еще теоретически видишь, что у тебя за спиной. А тут... А мы тут с тобой вообще спустимся, подругая? Я бы не хотела назад возвращаться, конечно. Холодно. Я понимаю, что тебе холодно. Что я могу поделать? Я тебя покармлю, когда будет совсем плохо. Надеюсь, тебе хоть что-то это даст. Так. Давайте посмотрим. И здесь... Вот сесть на попу и съехать, не? Не получится? А если давайте аккуратненько. Вот как учат? Бочком, да? Спускаться, чтобы ничего себе не переломать. Так, что мы здесь видим? Слушайте, ни одного строения нет. Как же так-то? Вижу оленя внизу. Олень нам сейчас не нужен. Ох, жесть какая. Так. Здесь, дорогая моя, спустишься? Давай аккуратненько. Аккуратненько. Странно, что мы больше никаких других локаций еще не находили с вами. Что это у нас здесь? Слушайте, там, по-моему... Или домик, или у меня уже глюки от мороза. Холодно. Слушай, а если ты вот действительно пробежишься? Тебе не потеплеет? Вон домик. Ребята, слушайте, по-моему, мы нашли то место, которое на первом скриншоте находится, нет? Слушай, побежали. Интересно, а тут люди есть вообще? Холодно. Минус 14. Это и кто? И волк ходит, да, возле... О, смотрите, вот сарай. Давайте волк уйдет, пока я загляну в сарай. Может, тут что-нибудь полезное найдет? Может, и животное. Это что такое? Пере... Пере... Давай возьмем перей. Не знаю, может... Сможем с вами делать... Что такое? Новая дрова. Возьмем, конечно. Туша оленя. Нельзя использовать голые руки. Слушай, из себя ничего, да, нельзя взять? Печаль. Так, что у нас тут? Тут нельзя пересидеть? Ладно. Слушайте, волк на кого-то сагрился. Нам очень холодно. Волк. Там вон лежит олень. Вот меня и не надо трогать. Слушайте, а как нам подняться? Только... Дом зверолова. Получается только по этой части. Но, мистер волк, пожалуйста. Вот вы там убежали по своим волчьим делам? Жесть. Слушайте, знаете, вот, наверное, такие игры атмосферные, в которых звуки идеально переданы, они гораздо страшнее, чем всяких ужастиков. Кустик. Кустик, у тебя ничего нет. Это... Подождите, я думала домик будет побольше. Совсем маленький. Так, заходим. Ты же открыт. Фух. Главное, чтобы никакие зомби не сидели. Так, смотрите-ка. Мы сейчас можем полки топор. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Бинтик возьмем, конечно. Обезбаливающее. Отлично. Что у нас в ящике? Созерогку возьмем. Простая шерстяная шапочка. Все, да? Так. Температура по чуть-чуть у нас растет. Древесину тоже возьмем в ящике. Ну, давай возьмем ящик. Как же тут все... Слышите эти звуки? Ладно, пока не будем ничего разламывать. Мы же не вандалы с вами. Так, смотрите. Тут. Антибиотики. Повязка. Антисептик. Ну, уже не страшно ноги ломать. Нет, лучше их не ломать. Патроны. Раз, два. Сколько мы еще, кстати, с вами можем носить? Ну, половина уже забита. Стол надо разламывать. Что-то там валяется. А, это ножки стола. Так. Набор для чистки ружья. Армейский ИРП. Сухой паек. Отлично. Фасолька. Ага. Встань, пожалуйста. Слушайте, тут лута просто... Как интересно. Верстак, смотрите-ка. Повязка из старого висящего мха. У нас мха нет. Понятно. Что мы еще можем сделать? Фонарик. У нас не хватает ткани. Капкан. Крючок. Подожди, а капкан мы не можем? Или можем? Чего не хватает? Кишки высушены. Прекрасно. Леска. Удочка. Ворежки из меха. А что нам на бурля шитья нужен? Так. Штаны. Молчая шкура. Ничего мы с вами пока сделать не можем. Хорошо. Давайте заберем энергетический батончик. Или на говядина. Виноградный сок, слушайте. А, тут только верстак. Значит, туда в него заглянуть. Смотрите, тут у нас сколько всего. Как там у тебя? Батончики. Спички. Спички лишними не будут. Спички детям не игрушка. Возьмем лупу. Наверное, с помощью этой лупы мы можем изучать. Патроны. Сейф. Сейф. А где бы нам... Наверное, где-то здесь... Возьмем, конечно, газету. Наверное, здесь где-то код может быть. Слушайте, рюкзак. Знаете, что самое смешное? Я, похоже, рюкзак видела, когда запускала игру первый раз. Трава. Слушай, давай, может, растопим сейчас. Так вот. Я, когда запускала игру, я нашла рюкзак, а внизу этого... Ну, он находился на уступе. А под уступом валялся труп. Может быть, во всем виноват. Служитель этого... Служитель. Что? Так. Ну, что у нас, по-моему, едой затарилось на ближайший год. Что мы нашли? Давайте посмотрим, что у нас есть из одежды. Ага. Эта шапочка хуже. Больше у нас ничего такого интересного нет. Что у нас есть из еды? Из еды у нас... Полным-полно чего. Как там у тебя с показателями? Легкий голод. Ну, давай ты съешь у нас... 0,10. Вот это, конечно, уже немножко испорчен. Ну, давай выпьем. Не самого хорошего качества, я понимаю. 250 калорий. И, наверное, давай вот 33% съешь свинину. Ты можешь ее открыть? Ага, можешь. Отлично. Нам надо следить, чтобы у нас были открывачки. Потому что... Скрыто. Ну, ничего страшного. 16% только потеряли. Так, ну что? Как там у тебя с показателями? Ну, ей все равно здесь холодно. Давайте печку откроем. Топливо. Горючее. Керосин. Ну, давайте горючее используем. Деревянные спички. Одна из двух. Величительное стекло. Газета. Давай разожжем огонь. Погреемся, может, немножко. Интересно, здесь приготовить что-то можно? Нет, 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 нет. О, смотрите, у нас хоть статус наш повышается. Так, что это у нас? РП. Может, тебя погреть можно? Жалко. Стол. Топорик. Странно, что этого нашего... Кто это был? Ну, типа дровосек, следитель, короче. У него, насмотрщик, у него нет ни топорика. И сейв бы нам как-то открыть. Слушайте, а здесь нигде не было никаких подсказок. Как у нас с температурой? У нас осталось 7 часов. Может, нам пока выйти? Полки. Я вот не вижу никаких комбинаций здесь. Я вот тряпочку эту взяла. Зачем она здесь валяется? Так, ну здесь я ничего больше не вижу. Хорошо. Сколько тебе еще гореть? Семнадцать минут. Шестнадцать. И тебе все еще прохладно. Я думаю, что мы в этой части можем переночевать с вами. Ну, наверное, я сейчас немножко погреюсь. Все-таки у нас еще 7 часов. Вокруг здесь походим, посмотрим. Выйдем и вернемся здесь переночуем. Наш костер уже догорает, как вы видите. Мы тут так сидим, греемся. Все? Мы немножко, конечно, загрелись с вами. Горячая зола. Да не нужна нам сейчас зола. Ну что, я предлагаю, у нас осталось еще 7 часов дневного времени. Давайте выйдем. Думаю, так тут засели. Надеюсь, мы, правда, не с каким волком сейчас не столкнемся, а то будет жалко. Погода что-то совсем не изменилась. Если не стало хуже, слушайте, по-моему, начался какой-то снежный буран. А здесь в округе не может быть топорик где-то закапан? Жалко. Ну, давайте куда-нибудь пройдемся. Здесь у нас, я так смотрю, вершина. Может, здесь что-то еще есть? Чуть повыше. О, смотрите-ка. Так, ты бежать будешь? А, смотрите, у нас получается оттуда ветер. И против ветра особо не побегай. Ешь. Так, у нас есть еще палочки. Поднимем. Вот ночью ляжем спать и зажжем эти палочки. Может, хоть не так холодно будет ночевать. У меня такое ощущение, что здесь у нас уже как конец карты. Что бы я делала на месте персонажа? Вот она находит какие-то там... О, тихо. Это просто палка. Я уже думала, это какой-то пингвин. Так вот, наш персонаж находит же всякие бумажки и прочее. Почему бы ей не деть зарисовки местности? И прыгать она еще не умеет. И стамина у нас опять закончилась. Так, и внизу я, как обычно, ничего интересного не вижу. Но я бы как раз вот туда бы и сходила. Уже спустимся. Там уже как будет, так будет. Просто у нас осталось еще 6 часов. Просто так сидеть, сложа руки. Хочется же еще посмотреть, что-нибудь успеть. Спускаемся. Слушайте, а что это такое? Что это такое на снегу? Это еще один олень? Перо. Перо. Еще перо. Мне кажется, или только что слышал какой-то шаги какие-то? Несколько мне. Так, ты, который убил человечка и оленя, меня аж трогать не будешь? Я вообще очень мирная. Вам не кажется, что мы здесь сделали, грубо говоря, круг? То есть мы, по-моему, откуда-то пришли оттуда. Я вообще, мне как-то сложно тут сориентироваться. Я карты даже не видела этой местности. Я не искала ее. В интернете. Слушайте, а тут, я додумала, если мы идем в расщелине, то откуда тут ветер? Холодно. Минус 15. Да на таком ветре, я думаю, там не в минус 15, там уже все минус 20. Нет. У нас нет сейчас возможности. А вот это нельзя взять? Бери раз. Два. Идем. Шесть часов у нас еще есть. За эти шесть часов нам нужно с вами найти убежище. И не стать вот таким вот, как выше там лежал олень. И труп. Так, вон вижу еще одного оленя. Жалко, тут нельзя как-то ориентироваться по животным. Так, смотрите. Мы вышли на какую-то полянку. Смотрите, вон, по-моему, срубленные деревья. Кролики! Кролик вон бежит! Кролик, почему ты бежишь быстрее меня? Даже против ветра. Так нечестно. Здравствуйте, мистер кролик. Можно вас скушать? Нет, вас скушать нельзя. Смотрите, раз тут у нас спиленные деревья, значит, это у нас лесопилка где-то рядом. Почему у меня все время ощущение, что кто-то за нами ходит? Слушайте, по-моему, ветер усилился. О, смотрите, это домик, что ли? Домик, не домик? Зайти сюда можно? Ну да, это такой домик, как я... Зона ловушек. Кого ловушек? Меня ловить только не надо. Так, что у нас... Значит, у нас еще есть тут вес. Печь для дров. Ага. Смотрите, то есть у нас тут, по сути, есть печка. Это мои шаги. Зону ловушки я не находила, когда первый раз играла. Так. Нам очень холодно как-то. Только начать играть и сразу попасть в буран. Ну, это только я так могу. Надо запомнить, что вот этого домика, который там стоит, мы пошли, получается, направо. А еще есть дорога налево. Что, давай пробежимся. По-моему, вон там еще какие-то постройки. Вот это скорость. Сколько? Минус 13. Ой, господи. Выбегать на меня не нужно только? Кролики, зайчишки. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Я вон туда наверх потом поднялась. Повальные деревья, новые посаженные деревья. Слушайте, а что-то там наверху. Больше похоже на какие-то человеческие постройки. Ну, давайте поднимемся. Потому что там, по-моему, уже тупик. Слушайте, а это что такое валяется? Еще один труп. Чувак, у тебя косточка торчит. Все? Пустой замороженный труп. Ну, давайте еще перья возьмем. Я, правда, не уверена, что мы здесь с вами тут охотиться. Прям уж будем. Палку. Или палку. Кто постоянно хрюкает у меня за спиной? Знаете, вон там вдалеке, похоже, как на какую-то ограду, не ограду. Это лесозаготовка, что ли? Давай, от них куда... Смотрите, туннель какой-то. Я надеюсь, тут призраков еще нет. То есть, если тут еще и призраки, то и... Зарушенный туннель. Пять часов и зарушенный туннель. Так, что у нас тут у этого зарушенного туннеля может быть? Что? Перо ворона. Еще один труп, смотрите, и еще один. Зак, смотрите, у него ножик есть. Отлично. А мы можем взять ножик в руку? Угу. Не можем. Ладно. Слушай, а что ты с ножиком можешь вообще сделать тогда? Действие. Заточить, собрать? Нет. Назад. Что это у нас такое? Ага. Перевернутое все. Я просто надеюсь, может где-то здесь можно будет найти ружье тоже. Что у нас? Металлический кант. Смотрите, у нас есть аптечка. Повязка. Хорошо. Банка кофе. Шоколадный батончик вниз. Ты этот флайер держишь? Можно подумать, он тебе поможет. Может, а что это у нас? Раз. Два. А, ну понятно. Туда даже идти некуда. Ой, смотрите, как мы с вами промерзли. Что у нас здесь? Ничего интересного. Давайте вдоль клеи побежим. Может, ты хоть немножко согреешься, пока мы бежим? А, смотрите, нам ветер дует в спину. И у нас стамины не так тратятся. Слушай, может немножко по... Нет, есть нам смысла нет. Нам бы сейчас чашечку горячего чая. Пять часов, мы очень сильно промерзли с вами. Ну, хоть один домик дайте мне, пожалуйста, чтобы переночевать. Пожалуйста. Хотя бы один домик. Я только вижу оленей. Очень холодно. Я даже боюсь представить, каково наши главные героини. Так, бежим, бежим, бежим. Смотрите, по-моему, там вдалеке... Это поезд, что ли? А нельзя тут сесть на поезд и уехать? Вот я представляю, это был бы эпичный финал. Бежали. Нам нужно хоть сторожку какую-нибудь найти. Просто гулять в такой буран. Так, смотрите-ка. По-моему, мы нашли... Знаете, если бы на нас сейчас еще волк напал, это вообще было бы попа. Смотрите, мы нашли домик. Канадский флаг. Спасибо, что ты здесь висишь. Пожалуйста, пусть домик будет открыт. И пусть тут будет тепло. Сколько? У нас как раз 4 часа осталось. Заходи. Как весело. Администрация турбаза. Смотрите, зато тут есть 2 этажа. А где все, кстати? Ребята, я не буду ночевать с трупом. Это даже не смешно. Щиток-то у нас починить не можешь, у нас не электрик, да? Ладно. Полутаем. Зато здесь есть кровати. Смотрите, пуховик. Здравствуй, пуховик. Здорово. Как ваши дела? Может вас надеть? Где пуховик? Носить. Ну, давай. Штаны у нас уже портятся. У нас уже все портится. Может, чуть-чуть согреешься. Так, на кровати я ничего не вижу. Слушайте, а плакат? Что был за звук такой жуткий? Так, это у нас что? Обезболивающее. Берем. Давайте возьмем... Что? 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 Нет, 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 нет. Я пока морально не готова зажигать. Тем более, обычно этих палочек хватает на пару часов. Жалко будет. Тревесина. Собираем. Разломаем. Дерево мало нам не будет. Я вот думаю, может нам с вами костер на ночь сделать? Спальник? Да нет, он нам пока не нужен. Давайте сейчас еще исследуем. Может, я под кроватью тут не могу что-то прятать? По-моему, вон там лупа, да? Я же еще не совсем. Как тебе достать? Лечь тут нельзя? О, тихо-тихо-тихо-тихо. Забрали. Отличненько. Так, верхнюю часть, допустим, мы посмотрели. А, легкая усталость. Что у нас тут есть? Печка-буржуйка? Угу. На 30 минут. С нашими запасами. Смотрим. Так, еда, вода у нас тут есть, я так понимаю. Проблем у нас с ней не будет. Энергетический напиток. Томатный суп холодный. Сардины. Слушайте, знаете, в таких условиях уже не перебираешь. Ты ешь холодное, горячее. Так. А что у нас здесь под лестницей? Может, тут какой-нибудь тайничок есть? Угу. Три тайничка. Ещё четвёртый вот так, в придачу. Так, что у нас в шкафчиках? Шапочка! Отлично. Шоколадный батончик. И что у нас в нижнем? Окей. Окей, так окей. Тут у нас... Ничего вроде нет. Ничего. Так, а ну-ка давай посмотрим, что мы с тобой, шапочку взяли. Лыжная шапка. Ну и ладно. Так, что у нас здесь? Нет, не надо покидать. Подожди, пожалуйста. Ты не туда пошла. Я представляю, там, наверное, закат, да? До свидания. А, это запасный выход. Окей. Так, смотрите, у нас тут есть верстак. Но у нас всё равно... Ага, смотрите, в простой фонарь. Время на создание 15 минут. А у нас, получается, нехватка, что ли? Или мы можем... А, 20, наверное. Нужно ли создание? Значит, мы можем сделать с вами пока простой фонарь. Но у нас, по-моему, есть один фонарь. Назад. У нас же, по-моему, был... Кстати, что нам скажет наш журнал? Изучила 4% мира, отдыхала 0. Ну, немножко так посмотрели. У нас, по-моему, был какой-то фонарь. Вам не кажется? Так, фонарь. Вот, у нас он есть. Снарядить действия. Что у нас за действия? Ремонт, заправить. Заправить можно. Ага, значит, у нас... Подождите, а сколько у нас вообще бензина? Где наш бензин? Бензин. Ага, в горючем он. Подождите, а где бензин? А, вот он. 3,92, да. Все правильно. Подвижной ящик. Металлолом. Отлично. Наверное, металлолом нам понадобится, чтобы что-либо починить. Аптечка. Шоколадный батончик. Антисептик, по-моему. И повязка. Чудненько. Чего ты повыбрасывала это все? Родная моя. В таких ситуациях уже... Да, правда, у нас уже почти все забито. В таких ситуациях уже не перебирают. Топливо для фонаря. Слушайте, а тут много чего есть. Точильный камень. Аварийный фонарь. Сможешь взять его? Да. Но больше мы с вами взять ничего не сможем. Печалька. Так, я вон уже вижу пропитание еще есть, по-моему. Радио не работает. Ну, понятное дело. Так, что это у нас здесь? Я не могу понять, что это за странная раскраска вот эта находится. То есть какие-то... Так, газировку берем. Слушайте, у нас осталось 3 часа. Я бы, наверное, поспала. Здесь 2 градуса. Ну, будем с трупом спать. Что нам нужно делать? Что у нас? Ага, 30-48. Слушайте, надо же что-то скушать. Давайте попьем, поедим. Все равно у нас портятся продукты. 34. Ну, давай, скушай. Сухой и хрустящий. 300 калорий. Жажды нет. Хорошо, поспим пока. Простите, мистер Труп. Я вам помочь ничем не могу сейчас. Так, сколько у нас? 3 часа дневного времени. Ну, смотрите. Значит, нам надо проспать 15 часов. 15 часов. Ё-моё. Ты, конечно, не работаешь. Конечно. Так. Класс. И выбросила. Возьми, конечно. Эх, так. 15 часов просп... 12. Отдых. Ну, поспи 12 часов. Я надеюсь, что здесь животные не могут врываться в наш дом. Дома не разрушаются. Нет? Я еще хочу поспать. Давайте 2 часа. Господи, какой ужас. 13 часов дневного времени. Хочется пить. Но ты сыта. И согрелась. Что я тебе могу дать попить? Давайте посмотрим, что у нас скоро испортится. Что у нас будет утолять? Горячий, греет даже душу. Ну, давай, наверное, выпьем с тобой виноградный лимонад. Что уж нам делать? Как тебе? Получше, надеюсь, станет? Лучше нам не стало, ну... Так, сколько у нас тут еще жидкости? Свинина с фасолью. Так, ну давайте еще выпьем. Газировка, хотя сладкая газировка. Представляю, как становится противно. Все, жажды нет? Ну что, друзья, я предлагаю, давайте еще пробежимся. Выйдем, посмотрим, что у нас там на улице. Куда мы, кстати, не дошли с вами? Доброе утро, дорогая Канада. Слушайте, это, по-моему, озеро, что ли? Это же озеро. А вот теперь вопрос на миллион. Если мы с вами зайдем в загадочное озеро. Я вижу волка. Если я вижу здесь... Если здесь мы будем с вами бегать, мы же его не... Так, давайте обходить такие зоны. Мы же его не зарушим. На улице минус 27. Минус 27 градусов. Так, здесь я домиков не вижу. Зато мы с вами уже прожили 22 часа. Вон, я вижу кучу домиков. Домик на озере это что? Домики для лебедей? Лебедя и лебедей. Волк идет туда, я иду сюда. Я волка не трогаю. Смотрите, а озеро большое. Туда можно куда-то пройти. Звуки здесь просто жесткие. Но небо выглядит просто восхитительным на рассвете. Я бы и туда сходила. Давайте к вот этой будочке подойдем. Не надо мне тут шуметь. Что может быть у нас в этой будочке? Лебеди спящие. О, подождите, а зачем посреди топорик? Слушайте, я охотничий нож. Разбить лед. А, как интересно. Что, мы сейчас тарелку разобьем? Ну, в смысле, достанем из разбитого льда. Так, ну. Прорубь. Наверное, чтобы ловить рыбу. Я угадала? Так, назад. Понятненько. Посмотрим, что в этом ящике. Я так понимаю, чем тяжелее у нас рюкзак, тем медленнее мы с вами будем бегать. Что у нас тут есть? Пустой шкаф. Газета. Что у нас здесь есть? Ничего. Так, ну древесину хватит таскать. 31 килограмм. Слушай, а что у тебя есть такое вот тяжелое? 0,7. Что мы тяжелого таскаем? Угу. Еловая. Я понимаю, что она тяжелая, но... 0,5 это легко. Канистра, конечно, тяжелая. Слушай, наверное, выбросим вот этот аварийный фонарь. Мы просто с тобой тут не дойдем никуда. Слушайте, и мы очень сильно мерзнем. Он, по-моему, еще... Так, стоп, давайте ориентироваться. Мы пришли оттуда, там, где находится волк. Вот там, где... Вот эти горы острые. Вот еще волк. И вон куча домиков. Убегай, правильно, убегай. Рыбацкий барак. Здравствуйте, рыбацкий барак. У вас уже... Ваш труп выглядит не очень хорошо. Так, понятно, это прорубь. Можно сделать. Как он? А зачем посреди озера находится... Здесь тоже шарф. Зачем посреди озера находятся домики такие? Гвоздодер. Ничего себе мы с вами залутались. Так, я бы вот хотела сбегать к тем домикам. И, наверное, сделать маленький перерыв. Нет оружия. Подожди, у тебя есть нож. Я еще хочу... Ну ладно, давайте вот в этот домик забежим. Смотрите, значит, тут у нас, по сути, полет по фантазии. Мы можем от этого острова направиться куда угодно. О, смотрите. Тут дверь вообще закрытая. Набор для шитья. Корм для собак. Я так понимаю, что в таких условиях будем есть все, что попадается под руку. Шоколадный батончик. Патроны. Патроны есть, самого ружья нет. Это, кстати, для чего патроны? Скажи мне, пожалуйста. Мне скажешь? Наверное, ты мне не скажешь. Отдохнула? Хорошо. Так. Верхний ящик, я не помню, мы уже лутали, не лутали? Не лутали. Крючок. Смотрите, значит, теоретически, если мы сейчас найдем с вами верстак, мы сможем сделать с вами... Что это такое? Печка буржуи. Это понятно. Тихо, 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 тихо. Агриться мне тут не надо. Мы с вами сможем сделать... удочку. И в этих прорубях, наверное, сможем что-то половить даже. Так. Волк уходит. Тихо, 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 тихо. Домики-озер. Да, я понимаю, что домики... Все, волк, до свидания. Давай, пока мы с тобой не будем спорить, ссориться. Эм. Прекрасный домик. Отличный домик. Ага, тут дверь-то у нас открыта. А что ты мне скажешь про вот эту местность? Понятно. Тут у нас все закрыто. Что-то у нас тут валяется. Еще газета. Дрова нам пока... Дровишки не нужны. О, трупецкий. Ты такой страшный какой-то. Зато у тебя есть... Давайте выпьем газировку из трупа. Почему-то он какой-то забавный немножко, этот труп. Ладно. Давайте зайдем вот в этот домик, если он, конечно, еще... в состоянии нас выдержит. Нам очень холодно. Я уже это поняла. Чудесненько. Что у нас есть в этом домике? Гущен... Ребята, тут есть сгущенка. Полено. Полено и сгущенка. Блин, я бы сейчас съела сгущенки. Я так понимаю, что здесь у нас, по сути, ничего полезного нет. Ну ладно, ребята. Я думаю, здесь нам надо сделать наконец-то перерыв, потому что что-то разыгралось в эту игру. Но лично мне очень понравилось. Я бы хотела последовать эту карту. Потом, наверное, либо перейдем на следующую карту, либо попробуем более сложный уровень. Хотя, судя по тому, как мы с вами находим ресурсы, они здесь крайне редкие. И, как я читала, они тут не спаунятся, по-моему, кроме палочек, веточек. Ну, наверное, и животных. То тут будет выживать довольно проблематично. Поэтому можно сначала пока поучиться на вот таких простых левелах. А потом уже перейти на более сложное. Ну что ж. Пока я с вами прощаюсь. Если вам понравилась эта игрушка, если хотите больше роликов, не забывайте ставить лайки. И, конечно, мы с вами вместе повыживаем. Ну а пока до новых встреч. Всем удачного дня и прекрасного настроения. Пока-пока.